Вот так неспешно, внимательно и даже заботливо Александр вытачивает каждую линию будущей скульптурной композиции Миша и Маша. Эти две белки скоро станут постоянными жителями парка Горького. Мужчина рассказывает, что раньше был рихтовщиком, а резьба по дереву была хобби, которое уже четыре года как переросло в ремесло. Александр работает без эскизов, говорит образы будущих скульптур, рисует его воображение. Вот был пенек пополам лопнутый, подумал, посмотрел, два изделия, ну сделали белочек. А вот с тем пеньком подошел мальчик, я стоял как раз смотрел, что с него сделать. Мальчик подошел, а что будем делать? Я говорю, не знаю, давай придумаем что-то. Он говорит, хочу собачку. Ну вот сделал собачку. Смотрю на дерево, что хотят, согласовываем и начинаем делать. Заботливыми руками Александра декоративный фонд парка уже пополнился тремя скульптурами. В одной обыгрывается знаменитый сюжет басни. Лиса норовит обмануть ворону с куском сыра в клюве, а за ними внимательно следит мудрая сова на соседней ветке. Чуть далее мастер изобразил то ли лешего, то ли другого лесного духа в облике доброго старика. На создание таких скульптур требуется несколько часов и нехитрый набор инструментов. Основной бензопила. Основной инструмент. А потом вот болгаркой дорабатываю, фреза. Стамесочек нет? Ну, стамесочек, в принципе, нормальных и нет. Вот так делаю, там, пару штук таких, что это самодельных сделал, потому что хороший инструмент, как бы. Не сильно разваливаться купить. Мастер не скрывает, за такую работу приходится брать деньги. Я б и рад делать бесплатно, но реалии не позволяют, сетует Александр. Но уже созданном зверинце останавливаться не собирается. В администрации парка новоселом рады. Потому зеленую зону черемушек ждет очередное скульптурное пополнение. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.